Привет, ребята! Это Matt Kory, курс ControlPaint.com. И сегодня мы поговорим о том, как быстро и без особых усилий добавить мазкам карандашную текстуру. Если вам нравятся варианты кистей, имитирующие традиционные кисти и подчеркивающие реалистичность рисунка, то я советую тщательно подготовиться к работе с ними. Эту тему я подробно раскрываю в серии занятий Custom Brush Design, которые доступны в магазине и на сайте. Но если вместо этих текстурированных кистей вы предпочитаете работать с простой жесткой круглой кистью, то вам просто нужно нарисовать несложный набросок и вам нравится работать с ней. Тогда есть способ, позволяющий добавить готовому наброску текстурность. Это небольшая обработка, которая позволяет сделать рисунок намного интереснее. Чтобы добавить рисунку текстур, мне нужно открыть документ с нужной текстурой, скопировать все изображение и вставить ее в окно. Но в результате мои линии оказались под фоном, это мне не нужно. Если установить режим слоя умножения Multiply, то эффект распространится на все изображение. Но и в то же время это не то, что мне надо. Мне лишь нужно, чтобы мои линии были этой текстурой. Как вы видите, слой номер один это слой, на котором расположены мои линии. Поэтому я создаю клипирующую маску Clipping Mask. Так текстура будет видна лишь на следующем по порядку слое. Я выбираю меню слой, создать клипирующую маску, Layer Create Clipping Mask. И сейчас, как вы видите, текстура видна лишь на масках кисти. И пока я рисую все это на слой номер один, на него будет действовать клипирующая маска. Я рисую обычной круглой кистью, без какой-либо текстуры. Но за счет клипирующей маски линии приобретают текстурность. Да, это не самый подходящий способ придать рисунку реалистичную текстуру. Чтобы придать настоящую реалистичность, вам нужно будет создать собственную текстуру кисти с самого нуля. Но если вам просто нужно придать рисунку текстурированности, то клипирующая маска это отличный способ добиться нужного эффекта. Ну вот, к примеру, набросок монстра, которого я недавно рисовал, выглядит безыскусно. Но вот я накладываю поверхню текстуру, выбираю режим умножения и создаю клипирующую маску. И теперь, как вы видите, рисунок стал выглядеть намного утонченнее. А мы всего-то добавили немного текстурности линиям. И если вы хотите немного поменять эффект, вы можете использовать функцию уровней, чтобы отрегулировать контрастность изображения. Итак, вы можете настроить изображение под себя. Я надеюсь, что вы не поймете меня неправильно. Мне кажется, что многие традиционные художники только и ждут момента, чтобы наброситься с упреками на тех, кто занимается цифровым рисованием. За то, что те пытаются сделать свои работы похожими на традиционную живопись. За то, что те создают эффект работы настоящим карандашом. Но на самом деле я не пытаюсь выдать эту работу за рисунок, сделанный на бумаге. Но традиционная бумажная текстура добавляет рисунком определенную теплоту. И если вы работаете с цифровыми средствами рисования, то бывает полезно порой добавить этот эффект в своей работе. Пусть даже вы никого не пытаетесь обмануть. Это просто делает рисунок богаче и интереснее. Если у вас есть какие-то техники обработки типа этой, позволяющие добавить рисунку текстурированности, то расскажите о них в комментариях. Спасибо за ваше внимание и успехов!